Доброй ночи, уважаемые друзья, уважаемые подписчики, зрители канала. С вами Никита, канал Никей. Мы продолжаем проходить. Метро 2033, Last Light. Ну что ж, ребят, действительно, игрушка задалась очень, очень интересная. И она меня держит довольно-таки, ну вот, сколько я в нее проходил. И сейчас я прохожу с удовольствием. Очень благодарен и очень признателен то, что вы смотрите эти серии. Я, конечно же, понимаю, и сейчас зашел вот опять же после работы, записываю поздно ночью. Я понимаю то, что огромное количество летсплееров уже прошли миссии. По-моему, там у Rusgame Tactics третья часть, он не так много прошел. Вот, что касается Олега Брейна, я заходил на его канал, я на него подписан, поэтому слежу за его каналом. Просто интересно даже, насколько ему понравилась эта игра. Видимо, понравилось, что уже записал, по-моему, шестую часть. Я понимаю то, что, конечно же, многие посмотрели уже на других каналах, кому-то это будет совершенно неинтересно. Но, тем не менее, у всех к игре свой подход, свое внимание. И поэтому, ну, уделяю игре настолько, насколько я смогу. Ну, вот, потому что сейчас у меня огромное количество работы, и все равно я поздно ночью пытаюсь записать, пытаюсь это сделать. Будут выходные, вы знаете, будет... Я не могу 100% вам обещать, но очень хочется. Я, например, очень хочу на выходных сделать марафон и закончить игру буквально за один день. Ну, в принципе, это возможно. Я понимаю, что это будет плохо для просмотров, но, тем не менее, игра будет закончена. Она, я думаю, не такая длинная будет, потому что первая часть была не... Совсем... Совсем не длинная, коротенькая. И я думаю, что за день, если так вот присесть хорошенько, можно будет закончить. Вот, ну, тем не менее, сейчас мы продолжаем. Это наша третья часть. Давайте посмотрим, что же произошло. Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный. И смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. И я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. И, конечно же, огромное спасибо Дмитрию Те, который оставляет свои комментарии под каждым видео. Вторая часть, и он оставил и в первой части, и во второй. Он попросил попроходить, когда дадут нам автомобиль или что-то вроде того. Я, честно говоря, не понял, потому что я до этого еще не дошел. Может быть, это какой-нибудь такой передвижной монорельс или на рельсах, который передвигается. Но, тем не менее, он попросил побродить по разным закоулкам метро. И там будет огромное количество интересного. Ну что ж, я думаю, что, конечно же, побродим Дмитрий обязательно. Не будем пропускать и не будем просто проходить на скаку такую замечательную игру. Потому что эта игра требует большого внимания. И, на самом деле, очень-очень интересно узнавать все секреты. Какие-нибудь, если есть возможности, я буду это делать. Поэтому, ну что ж, черный, который испугался, это такой вот детеныш, который мы наблюдали во второй серии. Действительно, это так. Знаете, я, честно говоря, очень сопереживаю этому детенышу, потому что как-то он мне вот полюбился. И я, честно говоря, даже вот хочу, чтобы его освободили. Хочу сам его освободить. Сделать так, чтобы с ним ничего не произошло. Чтобы было все нормально, все хорошо. Потому что мне его жаль. И реально вот, ну вот, как ребенок. Он оказался в плену, и никто ему не может помочь. Потому что, вроде бы, казалось, черные имеют огромное количество силы, которые могут спасти. Не проблема для них, мне так кажется. Но, тем не менее, что-то происходит, что они не могут зайти во власти пока что человека. И так вот сразу же напрямик освободить его. Поэтому здесь приходится делать все за них, главному герою, Артем. Ну что ж, посмотрим, узнаем. Продолжаем. Господин штурмом фюрер. Свежие поступления. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейк. Ладно, потом разберусь. Что поэтому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный? Нормальный? И вообще, я гражданин Ганзы. Молчат! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод! Это произвол! Да стой ты спокойно! Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант? Нет, нет, пожалуйста. О боже мой. Мусоропровод. Вот черт. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Считаю до трех. Один. Слава красной линии! Два. Да здравствуй, товарищ Москвин! Три. Надо! Я расскажу. Но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались Рейнджер, Красный и Мутант. Что все это значит? Говори или получишь пулю. Бери офицера! Ах ты! Вот это да. Конечно, развязочка. Ножа ставь себе. Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с Красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно. Дистанционный замок. Я одно знаю. В одиночку отсюда не выбраться. А вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Ладно, выбираемся из этого концлагеря. Там посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Давай, чувак, будем выбираться. Вы знаете, уважаемые... Вон, видно, там какой-то провалился. Прошу прощения. И еще осадок моей простуды. Но, боже мой, как это все эпично выглядит. И, конечно же, очень красиво. Посмотрите, какие тени отбрасываются. Да сейчас, сейчас я приду, я не могу насладиться. Этим... Пейзажем. Посмотрите, какие у него штаны. Прямо адидас. Ну, что ж я могу вам сказать, ребята. То, что... Рейх, немцы... Они всегда были приверженцы, если вы вспомните Вторую мировую войну. Искать настоящую арийскую расу. Которая будет идеальной. Там по черепу, по каким-то признакам. Поэтому, как бы, вот они так и отделяли, как бы так, обычных людей. От совершенных. Ладно, ладно. Мой напарник уже просто вот изнемогает. Спешим. Пойдем. Да, пойдем. О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Лифт уедет. Дальше двинем. Двинули. Все мальчо. Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь. Но такие вот масштабы... Да... Вон там, лаз на той стороне. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так, 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 так... Двинули. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Ну что ж, кажется, получилось. Кажись, проскочили. Ну-ка, ну-ка. Решетка. Видно, молока шел. Видно, молока шел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади. Ну давай, давай. И как тебя подсадить? Отлично. Ну что ж, мы реально находимся в засаде. Давай наверх. И пока что у нас очень хороший компаньон, который нам помогает. Мы помогаем ему. В общем, выбираемся. По крайней мере, будем стараться это сделать и... Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку... Теперь тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клешнями запостать еще всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Нет, стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Стрелять не экономит. Что произошло, ребят? Я ничего не могу понять. У меня такое первый раз. Ну что ж, пустили газ. Тогда не было такого. Ну давайте загрузим последний чекпоинт. Попробуем еще раз. Странно. Но тем не менее, как-то вот... Давай наверх. Давай, давай. Попробуем еще раз. Дубль два. А сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку... Теперь тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клешнями запостать еще всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Нет, стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Стрелять не экономно. Фюрер считает, что уроды не станут. Скорее всего, потому что я встал и не пошел в полуприсеп. Из-за этого нас заметили. Так что, ребят... Будьте... Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю. Тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай. Только раньше времени не начинай. Хорошо. Все, работаем. Работаем. Так. А, что? Есть. Даже не вякнул, гад. Есть. Получилось. Эй, слышишь меня? Там рычаг. Он лестницу опускает. Давайте попробуем. Есть. Вы знаете, почему я зафейлил тот раз? Потому что я проходил на PlayStation, а там зажатие клавиши нажимается один раз, и ты уже приседаешь. Потом можно будет отпускать клавишу, и ты также будешь находиться в таком же положении. Здесь на ПК немножко все по-другому. И поэтому, когда зажимаешь клавишу, нужно ее удерживать. Либо ты изначально будешь опять в таком же стоячем положении. Что-что. Давайте. Выкрути лампочку. Отлично. Нет. Ничего показалось. Давай, чувак. Давай на ту сторону. Может, там выйдет подняться. Встретимся наверху. Удивительно, конечно же, то, что они нас не замечают. Но это, конечно же, элемент игры. Но все же очень интересно. Также хотел отметить то, что те прохождения, которые вы уже видели, и будете смотреть второй раз. Ты теперь по мостику. По мостику попробуй. Надеюсь, то, что вы будете смотреть, потому что у каждого свой индивидуальный подход. Есть. Ну, как я его отвлек, а? Ну, что ж, хорошо. Забираемся. Да, молодой человек. Вижу, что вы сюда. Не на прогулке пришли. В караулке пульт. В караулке. Так, ну здесь я понимаю, что больше других входов нету. Как вон там еще он нет. Дозор ходит. Давайте будем залазить внутрь. Ты его отпустил. Ты что, рехнулся? Его же обершарфюр приказал в расход. Это же трибунал. За сочувствие уродам. Не знаю я. Я смотрю на него. Вместо этой черной обезьяны, сморщенной, вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька. Чего его стрелять? Хорошей бабки, говорит, дам. Ну я и... Ну что ж, вот поэтому я так прохожу медленно. И пытаюсь прослушать каждый диалог всего мира. То, что здесь происходит, безумно интересно. Ползем. Пока что все хорошо. Надеюсь, что больше не зафейлим. Какая крутая анимация. Только подумайте, может быть, такое в Call of Duty было лет так пять назад для этого, конечно. Что ж, у нас есть теперь ножи. Да, в этом, конечно, клавиатура уступает джойстику, потому что на джойстике все намного удобнее. Там у нас враги. И так у нас первая заметка, которую мы нашли в этой игре. Мертвый ботанический сад всегда был гиблым, безлюдным местом. Сталкеры начали обходить его задолго до того, как черные построили там свой улей. Или город. Во всем мире только я один и хотел попасть в ботанический сад по своей воле. Но теперь там оказались сталкеры Рейха. Эти поборники расовой чистоты почти никогда не вылезают за пределы своих станций в центре Москвы. Что они забыли надымяющихся руинок ботанического? И почему Анна не выручила меня? Дочь Мельника ни за что бы не бросила бы товарищу в беде. Что если они тоже схватили ее? Она грубьянка и пацанка. И я ей, кажется, совсем не нравлюсь. Но я... Следующая страница... Так как у нас переворачивать... Странно, странно, странно. До этого мы вроде бы находили части, но я их... Но я... Странно, почему она не перелистывается? Ху-ху-ху... Да, довольно-таки... А, следующая страница, наверное, А, да? Ха, ну я беспокоюсь за нее. Все, разобрались. Хорошо. В общем, как-то так. Давайте будем продолжать. И я считаю правильным читать все диалоги, потому что они небольшие и довольно-таки интересные. Так, как же метать ножи? О, черт. Я не помню, как метать ножи. Отлично. Ну ты даешь, парень, как ты его? Получилось. Пока что получилось. Прям так. Услышь, ты все! Глотай газ! Неожиданно, но... Боже мой, как здесь все освещено. Герой! Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюзы открыли. Вон кнопка на стене. Это вызов. Жми. Мне кажется, нужно немножко прикрутить настройки освещения, но это мы сделаем попозже, потому что слишком светло как-то неправдоподобно. Жми, там разберемся. А вот теперь можно бояться. Крячемся. Вот, так лучше. Кого там? Ты кто такой? Да он это, мимо проходил, уже уходит. Давай, в шлюз, живо! Вот так вот. Хе-хе, да он это, мимо проходил, уже уходит. Хорошо сработали. Закрывай, закрывай шлюз. Я не верю, я хочу, живо. Я жить хочу. Хм. Внутри петлок нашли. Теперь самое веселье будет. На, вот, держи. Часы у тебя что надо. Лампочка загорается, когда тебя видно. Донна. Значит так, дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Эх, гранату бы. Ну ничего, прорвемся. Ну, поскакали. Ну что ж, могу вам сказать то, что... А я сверху прикрою, если что. То, что мы не спасли тех пленных, но, к сожалению, мы не в силах были спасти. Я бы с удовольствием бы всех спас. Так, давайте выкрутим лампочку. Отлично. Есть. Ух ты. Ох, как он его убрал. Я даже, даже не услышал вообще, как он его... Так. Забираем с него патроны. Еще один нож. Надо бы понять, как здесь кидаться на жапе, потому что, честно говоря, пропустил. Этот момент... Сейчас попробуем... Сделать это бесшумно. Хорошо. Получилось. Ну, давай, глушитель. Сделай свое дело. Есть. Выкручиваем здесь. Освещение. Готов. Пока что я не вспомню, как... Вернее, даже не узнаю, как... Просаться ножами. Будем использовать свой револьвер. С глушителем. Потому что он довольно-таки точный и эффективный. Поэтому, почему бы... Ух ты. У нас есть новое оружие. Это наш... Ублюдок. Похоже, что он тоже с глушителем. Хорошо. Задушили. Так. Будем сейчас в полуприседку все это делать. Так вот, на корточках бегать я имею в виду. Так. Есть. И, конечно же, последний противник. Давайте попробуем его теперь оглушить. Что? Что? Полностью растерян свой генофон. Подзнать, как... Известительных марок. Вырока. Клава ей холл. И не тут все соберутся. Как вам и все. У нас на линии в этом плане тоже самое. Итак, у нас здесь все чисто. Ничего себе. Это получается все клетки. Мы все клетки открыли. Вот оно. Посмотрите. Пленные выбегают. И мы их освободили. Это круто. К сожалению, нам не дают никакого ачивмента за это. Ну, как-то так немножко плачевно. Хорошо, хорошо. Там сильно нервничает наш напарник. Крычает. Ух ты. Только посмотрите, какая пушка у нас появляется. Не проблема. Включаем. Включаем. Давай, давай. Будем уходить. Мы их здесь и собираем. И живым отсюда. Ну, вас как-то. Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага – мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особо симпатии коммунистов. Но Павел действовал как герой. Да, действительно, Павел нам помог. Мы помогли ему. И человек, с которым мы выбираемся из плена, совместно, дружно и все так скоординированно сделано. Поэтому это всегда дает какое-то преимущество, когда вы действуете в команде, нежели один. Когда у вас есть команда и хорошие напарники, вы всегда будете превосходить тех людей, которые в одиночке. Ну, что ж, мы хорошо, в принципе, прошли даже самую коротенькую миссию. Надеюсь, что вам она понравилась. С вами был Коньков Никита, канал НК. Подписывайтесь на канал, комментируйте. И, как я обещал, вы видите, что я исполняю свое обещание. Тем не менее, то, что мне уже нужно спать, и я уже очень поздно. Завтра, опять же, надо вставать на работу, я все же записываю, пусть по одной серии в день, но я это делаю. Спасибо вам, что вы комментируете. Надеюсь, что все будет по плану, в плане того, что я обещал сделать марафон. Может быть, к тому времени уже у всех таких именитых летсплееров будет все закончено. Но, тем не менее, я думаю, что кто-то-то посмотрит. Конечно, очень жаль, что на этот период такой великолепной, выдающейся игрушки вышли у меня рабочие дни. Так бы я бы на выходных прошел ее за день, максимум за два дня. Но, тем не менее, не знаю, как это хорошо сказывается на просмотрах, тем не менее, уже было все пройдено. Вот. Посмотрим, увидим. Заранее ничего загадывать не будем. Спасибо, что вы с нами, что вы со мной. И всем пока-пока.